начнем мы со вспышек тут у нас их четыре штуки просто смотрите да как легко стало поворачивать руль как будто у меня здесь электроусилитель стоит со мной мультидвижение не играли так рассол призмись к обочине сидишь в этом автомобиле и реально ощущаешь себя как в приоле итак друзья всем салам алейкум вы смотрите новое видео на нашем канале в энглби меня зовут ахмед и мы начинаем сегодня у нас очередной проект это автомобиль ваз 2009 у нас была уже девятка черного цвета мы вкладывали туда 100 тысяч рублей это подобный ролик но здесь глобальные будут изменения здесь мы во первых вложим больше денег во вторых тут уже стоит салон от приоры двойки и куча куча очень мощных доработок то есть эта тачка уже реально полностью собранный проект просто мы этот собранный проект до соберем вы поняли о чем я сегодня у нас вся наша команда будет присутствовать это мухаммад это гусейн это расул то есть мы все вместе начинаем газовать давайте вам покажу эту девятку она синего цвета выглядит очень симпатично правда сейчас грязная мы конечно в первую очередь и помоем здесь стоят 14 штампы нам они не особо нравятся скорее всего будем менять но это не точно гранта зеркала с ешки красные суппорта вот эти ручки мне не особо нравятся может быть будем менять не знаю пока что это проект настолько готовы что тут даже ркс ки не нужно ставить потому что они тут есть смотри тут сигнал полностью а мы сюда вспышки хотели ставить что будем делать с бочки есть уже вспышки есть уже вспышки стоят только 2 она мы 4 будем стоять короче с этим разберемся давай дальше цвет очень интересный она по кузову очень бодрая здесь нету всяких ржавчин жучков прям реально хотел выразиться не буду выражаться прям реально бомбовый проект короче сейчас давайте перейдем к салону я только зашел в этот автомобиль и у меня такое ощущение что я сижу в приоре потому что тут практически все от приоры кроме дверных карт здесь даже музыка стоит практически полностью настроенная только нет сабвуфера его предыдущий хозяин видимо забрал красная строчка везде на сиденьях на руле на его поликах прям грамотно реально собрали этот проект пацаны но мы его нормально тогда соберем честно непривычно даже находиться в салоне стеклоподъемники смотри как аккуратно сделали единственное тут смотри косячок видишь его черный потолок черные козырьки здесь даже зеркало на козырьках красный кантик есть даже на ручке ручника ручки ручника прикольная фраза да вот здесь косячок небольшой видите видимо сломали забрали я не помню когда покупал эту машину здесь было это или нет кстати эту машину мы купили пару месяцев назад и просто она у нас стояла я ее увидел в инстаграме то что она продается поехал быстренько забрал стоила она 180 тысяч рублей я не мог не урвать этот автомобиль но на тот момент у нас не было планов снимать проект вот поэтому она стояла 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 пока мы не решили начать тут всякие вот эти значки эмовские видимо предыдущий хозяин фанат бмв а такие вещи мы не приветствуем есть что мы ее подберем выкинем в мусорку не надо это писать не надо до всего докапываться хейтеры сидят и ищут да чего бы докопаться где ахмед мусор не убрал где он не так сказал кого он обидел да хватит это же это же видео это только видео вы же не знаете что происходит за кадром поэтому не парьтесь пацаны по этому поводу все нормально на ремнях красные вот такие вот штучки не честно говоря я хочу в салоне тоже все сделать с синими элементами мне кажется так прикольный будет синяя машина синие элементы у нас подобное было на бмв z4 которую гусейн у нас выиграл мы собирали этот проект и там внешне тачка была синий а по салону полностью красной здесь примерно то же самое нет согласитесь приоровский салон сюда реально залетел но тут есть всякие косяки щели между панелью и кузовом сидишь в этом автомобиле и реально ощущаешь себя как в приоре например я вот возьму телефон смотрите друзья к примеру снимаю stories да кто поймет что это девятка никто не поймет никто не будет приглядываться к всяким элементам экранчик чуть-чуть криво стоит видите надо левее чуть сделать чтобы ровный кантик был по кругу экранчик кстати вот так включается вот эту кнопку нажимаем и и почему нет а вот это вот эту кнопку нажимаем и вот включился так все телефон убираем он нам больше не нужен тут стоит магнитофон циклоп он относительно не дешевый то есть нам не придется менять магнитофон здесь проводка все уже готово ему просто закинем сюда сабвуфер коробка передач есть короткоходка то есть вот ну кто поймет тот поймет да вот так делаешь уже перекупить кто не понимает от фальбом и не поймет что я сейчас говорю короче короткоходка здесь стоит мотор восьми клапаны обычный девяточный инжекторный еще какой он шлифует шлифует как приора как моя приора турбирована кто не в теме гусень когда сел этот автомобиль говорит здесь шестнарик здесь шестнарик уверяет прям доказывает мне я говорю человек я купил машину я знаю какой здесь мотор он сидит ты дурак что ли говорит на второй она шлифует какой восьми клоп но он открыл капот и просто охренел от жизни вот настолько этот автомобиль бодрый смотрите тут есть даже от кондера кнопочка но к сожалению самого кондера нет будем говорить правду багажник открывается с кнопки точно так же как на приоре услышали так ну давайте заведем этот автомобиль тронемся посмотрим чё как едем на мойку короче заводится в принципе нормально на приборке пробег показывает 17000 километров но по факту здесь я думаю намного больше просто на приборке 17 это же приоровская неродная приборка ручник спускаем ставим первую короткоходки надо кстати привыкать но когда привыкаешь это прям идеальный вариант а все равно мне больше нравится обычная приоровская реношная коробка бодрая даже чуть-чуть были номера за было обратно переверну прям хорошая бодрая девятка честно признаюсь не могу полностью вам уверенно сказать то что я чувствую себя как в приоре потому что все-таки некоторые мелкие моменты есть там шумы где-то легкие ну ну по-любому ты не чувствуешь себя как в приоре как минимум здесь нет электроусилителя звук мотора другой коробка другая но не настолько комфортно как на приоре двойки и да я не говорю что приора двойка комфортная я говорю относительно этой девятки но все равно чувствуешь себя более менее комфортно реально прям классная тачка мне она очень понравилась шлифует шлифует тормоза хорошие короткоходки привыкнуть не могу но тяга реально хорошая от отсечки до отсечки нормально доходит а резина плохая резина плохая на мокром асфальте мы просто скользим как по льду это ужас это как это ужас как опасно так пешеходка аккуратно я ведь не вижу что слева этой фуры аккуратно проезжаем пацаны я вот замечаю некоторые ездят шашки играют снимают там и эти пешеходки пролетают хотя слева железобетонно не видно кто идет будьте да аккуратнее ездите аккуратно если не умеете если чисто на удачу играете то вы доиграетесь я вам отвечаю за слова я когда вижу ролики на прорах пацаны ездят вот так ездят смотрят где и чего как а потом слева вроде бы как не видно человек есть или нету а вы пролетаете не дай бог оттуда во ребенок кто-нибудь выбежит да не то чтобы ребенок любой человек оттуда может выбежать ездите аккуратно пожалуйста я я у меня меня просто клинит когда я такую картину вижу не ладно вы играетесь я тоже шашки играю я тоже люблю опасную езду я тоже люблю агрессивно ездить по дорогам общего пользования но пацаны пешеходки и вообще если рядом есть люди то аккуратнее я раньше совершал много ошибок там по узким улицам гонял и так далее пацаны вообще в этом плане будьте да осторожнее я вас очень прошу пожалуйста единственное что я не до конца понял смотрите вот здесь вот эта кнопка я ее нажимаю включается экран честно говоря это немного колхоз ну реально как ну как так надо сделать так чтобы машина заводилась автоматически включался экран этот рисунок вообще означает включение циркуляции воздуха в машине но не в тему реально блин я часто об этом говорю но реально мне обидно то что когда я на целый съезжу люди мне уступают дорогу там ну как-то по-другому себя ведут а когда я на девятке всем вообще плевать никто не пропускает все сигналят это же лицемерие и обидно то что у нас есть такие люди не все конечно но есть реально обидно люди будьте проще есть относитесь к каждому одинаково не нужно к тому кто богаче относиться уважительнее а к тому кто беднее относиться наплевательски это неправильно в общем мы доехали до мойки сейчас туда заедем по мою машину просто посмотрите друзья какая-то машина грязная чисто вот бам-бам-бам-бам-бам-бам это для вас кадры сейчас какой переход сделаем вот чтобы оно чистая стала как сделаем грязный на чистую да да вот так и так мы переместились на другую локацию друзья машина уже да ты куда идешь нормально что говорю короче друзья машина чистенькая машина полностью готова но в плане чистоты и чисто внешне. Вот так вот она выглядит. Давайте вам кадры чисто бам-бум-бам-бам-бам-бам-бам. Посмотрели? Посмотрели. Красивая машина? Красивая. Но нам нужно дальше вкладывать сюда деньги. И кто нам в этом поможет? Как думаете? Можно вас, уважаемый? А вас, уважаемый? Вы, наверное, не ожидали, друзья, то, что в Москве будет вся та же компания, которая у нас была в Махачкале. Но жизнь такая штука. Мы решили объединиться, сделать команду и вместе двигаться. Короче, сейчас наша задача по салону пару элементов поменять. Давай, идем, идем, идем. Короче, в первую очередь на анаполике с синим кантиком. Напомню, в салоне находятся на анаполике с красным кантиком. А мы хотим все переделать под цвет автомобиля. Дальше у нас ручка от ручника. Тоже с синей ниткой. Это у нас подушки, подголовники, как называется, тоже с синим кантиком. в машине их вообще нет никаких, даже с красным кантиком. Это у нас накидки на сиденья. Велюровые. Я вот обожаю велюр. Не люблю вот то, что там сидит. Для меня это колхозно. Реально, мне это не нравится. Это как будто под иномарку что-то сделали. Попытались вернее сделать. Убери. Алёса. Убери. Мишлен пилот спорт принес. Ручка. Ручка коробки передач. Вот такая вот. Она сделана под весту, но здесь задняя скорость спереди. Вы поняли, о чем я? А то, что там стоит, это вообще даже не обсуждается. Там вообще полная шляпа. Что, все? Все, все закончилось уже. Вот это все поставим. Там дальше больше уже будет видно. Короче, что нужно так купить? В первую очередь в салон вот это все поставим. Мухаммад, Гусейн. Все, приступаем к работе. Я не мастер. Выжим, а сюда огонь. Вкратце расскажем о машине. Машина после покраски, она не полирована. Ее надо шкурить, полировать. Но в целом машина четкая. Она прям, ну я бы себе хотел шумки. Два слоя шумки, правильно? Да, да, два слоя шумки. О остальном Ахмед вам все рассказал. Сейчас наша задача. Мы переодеваем салон. Чехлы, полики, там ручки, все дела. Ручки, все там нормально, но под слоя хотим настроиться. Так что начинаем. Бам! Это мы потом добьем. Сейчас будем менять вот эту шляпу на вот эту нормальную штучку. Да. Стяжки есть? Стяжки забыли, Лея. Стяжки нужны. Кто там? Есть кто-нибудь здесь? На натуре же стяжек нету, Лея. Стяжки надо найти. У вас стяжек нету, да? Стяжки нужны? Нет, нет, нету. Стяжки. Может, магазин не взглянем. Э, у тебя нету случайно стяжек? Стяжки нужны срочно. Срочно, срочно, срочно. Вот сюда вот это поставить что-то. Сейчас я пойду прогуляюсь, посмотрю, может, найдем. Соседи нашел в соседнем боксе. Четыре стяжки. Стяжки есть. Пойдем устанавливаем. И настолько вот, да, предыдущий владелец заморочился и настолько, ну, с любовью относился к машине. Вот даже до таких вот мелочей он все красное поставил. Ну, вот, на самом деле, молодец, пацан. У него все хватает, знаешь, терпения, вот машину до конца, да, если да, и дело там. Как-то вот какая-то мотивация будет вначале, и потом раз, 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 да, ну ее, и она вот стоит ржавеет. А здесь прям молодец, уважаю, респект. Приколи себе, купили от первой приори вот эту штучку. Теперь надо ее переобудить на эту штучку, на А2, которая. И ты представь, сейчас это все переделать надо было, надо, вернее, надо, да. А не забывай сразу целую купить. Вот это мне вопрос заинтересовало. Я не знаю, деньги, что ли, сэкономили. Все четко синий салон, все чехуй, все синий, а вот это не в тему же есть, а Бааров же есть. Какой срабаскоп, сам ты срабаскоп, срабаскоп и не надо. Вот это тему завлада, кем же есть. Сам срабаскоп. Да, да. Вау, она их же завернуть надо было. Ее, греет надо. Какой греет, нормально. Да, 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 греет надо, она форму принимает. Вот, и не надо ничего греть, смотри. А, во, во, нормально, так нормально. Эй, я, кажется, мастер по этому, его поликам, же есть. Срабаскоп. Здесь тоже смотришь шляп, Абараб же есть. Эх, нет, в основе есть козу синий, этот синий. Сейчас вот здесь тоже синий будет чехол. Ну, пока процессы, да? В Абараб не в темно. В любом случае, в любую погоду не в темно. Эх. Вот это в Абараб, почему мы отсосали? Мы же здесь, чтобы не было их, не отсосали. Мне просто лень был им, да, не отсосали. Какое место, пять минут, когда будет помнение. Эй, вот ты умный, Хусейн, а? Ага, брат. На свои полики босиком залазишь, новые чехлы поставил, уберите вещи отсюда. Ничего, они что ж новые, не грязные. Не надо ли это новые все вещи, не надо так ставить сюда эти вещи, нахуй. Свои полики поставил босиком, будете как-то вытирать ноги. В любом случае, я здесь сожалею. Эй, мою работу тоже уважаю, нормально. Уберите вещи, не надо пачкать. Вот, она грязная, я ее уберу, все. Все, все. Хоть здесь этот набор, каловки не теряй, брат, как там жесть. А то, что внизу упадет, ее уже не достанешь, жесть. Детельники, наборы покупать, успевали, да? Да, да. Все терял, человек, все терял. Клиенты, клиенты приезжали, у него в машине инструменты, там, головки, что только не было. Он там оставлял, забывал, за собой не убирал. Несколько свое дело делал, без семья оставлял. Открывай, да что ты молчишь? Он в Москву приехал, первое, что было, он включил Лауру Алию Аварскую и по... Где мы ехали там? Да, да. Чисто Аварская песня. Настроение поднимает душевную душу, заряжается настроение, всю энергию. Так, я уже вижу изменения через лобовое, вижу эти чехлы красивые. Эй, вы что там разговаривали? Смотри, вот это все синее, вот это бараб, что там делать, скажи мне, пожалуйста. Что можешь с ним сделать? Надо что-нибудь придумать, братан. Подожди, разберемся, с этим разберемся. Хорошо. Ты просто посмотри на этот салон. Кто сейчас может сказать то, что это хуже, чем то, что было? Ты, ты и ты, по-моему, мне говорили, что там же нормальные накидки. Ты сравни их с этими. Машина вообще другая стала. Чем красная, лучше все-таки синяя. Вау! Вот это другое дело. Вот это я понимаю. В машине приятно стало находиться. Она обновилась, она как новенькая стала. Кстати, друзья, да, в конце ролика я вам расскажу, как вы можете этот автомобиль выиграть. Потому что эта тачка будет разыгрываться. У меня в инстаграме на втором аккаунте Ахмеджой. Вот тут ссылка. Но пока что можете не переходить. Сначала досмотрите ролик. Посмотрите, что мы сделаем с этой тачкой. Жалко, что здесь уже все сделано. Смотри, потолок уже черный. Руль уже приоровский. Салон приоровский. Музыка стоит, но не до конца. Мы сабвуфер обязательно возьмем. Короче, эту тачку в этом ролике мы будем еще дорабатывать, дорабатывать и еще раз дорабатывать. Арсений, братан, тебе спасибо большое за то, что предоставил нам помещение. Да. Если что, друзья, к ним в детейлинг тоже можете заезжать. Да, спасибо, что приехал, я буду очень рад тебя встретить. Еще раз. Взаимно, взаимно. Нет, ты что? Ты нам предоставил целое помещение, чтобы Гусейн и Мухаммад здесь работали. А то им пришлось бы на улице. Самое главное, что вам понравилось здесь работать. Ага. Всегда буду ждать вас в гости. Заезжайте. Спасибо большое, спасибо большое. В общем, мы газу дали. Нормально. Немножечко осталось там доработать. Работки есть. Ну смотри, какие мелочи. Мы здесь еще будем работать и работать. У нас столько всего уже потихоньку закупается. В общем, переместимся. На следующий день мы уже все сонные, уставшие. Говорите, да, что-нибудь, что с вами? Что с вами? Давай уже поедем домой, да, давай, закрой эту тему тоже. Короче, наступил, друзья. Ты не слишком близко меня снимаешь, Уси. Ты мне прям чуть ли не в рот засунул камеру. Не-не, убери, убери, убери. Короче, друзья, эти двое вчера забыли поставить эти подушки с синим кантиком. Мы сейчас переместимся на парковочную зону и там уже продолжим съемку. Смотрите, друзья, какие тоннели нас встречают. Вернее, какие тоннели встречаются. Вернее, что я несу вообще. Что я несу, Мага? Скажи, да? Ай, брат. Я тоже не знаю. Короче, сейчас в парковочную зону переместимся и там уже продолжим съемку. Ты толпел, что ли? Упери ее обратно, бля. Короче говоря, переместились на следующий день. В следующий день мы не перемещались. Мы только что приехали на эту парковку, Уси. Ничего страшного, да, мы все-таки целенаправленно. Сейчас будем устанавливать, все здесь будем делать. Короче, друзья, давайте сейчас по всяким ништякам пройдемся, которые мы взяли. Здесь вот такая вот небольшая кучка. Начнем мы со вспышек. Тут у нас их 4 штуки, мы взяли с запасом. Тут уже на месте Гусейн с Мухаммадом будут решать, куда их устанавливать. Также у нас тут спецсигнал с громкоговорителем. Это все мы установим сюда. Стробоскопы для полного кайфа. Это что такое? А, LED-лампы, да? Да, да, да. Обе здесь? Да, да. А, все, понял. Всякая проводка. И вот в этих коробках находится полный комплект передней оптики. Посмотрите на эти фары, они чуть-чуть такие зажелтевшие, уставшие. Мне кажется, будет намного лучше, если мы поставим все новое. Ну, в принципе, можно начинать. Гусейн, Мухаммад, все тут. В этом плане у нас, короче, все четко. Приступаем к работе. Поехали. 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 Ну, ты не знаешь, под чем работа у вас? Вчера его попросил, короче, инструменты, головки, вот этот набор не терять. Он весь набор оставил там же есть. Сейчас вот приходится вот так работать. Прихилляю. От туда ехать. От туда ехать. От туда ехать километров тридцать пять. Масс, как будет куда-то поехать? Этот конец города и тут конец города. Сейчас туда ехать, сюда ехать уже темно. а потом может я не сам услышал особенно на парковке что вы понимали мы находимся на парковке это я хочу с вами пообщаться чё вы про меня плохие вещи пишите комментарии ахмед убери его что я плохой сделал мужчины мне это объяснить если вы хотите мне это сказать приезжайте москву встретимся пообщаемся кофе угощу чем проблема я у вас не понимаю какой причине меня отсюда убрать мощи вы мне это описать ну ты же наглел я дядя его я могу его бить ударить могу деньги просить если надо будет он сам даст мне деньги чем проблема я вас вообще не понимаю это как все шутка идет на счет деньги я ахмедовичу говорю 500 рублей 5 тысячи как шутки вы сами тоже это понимаете в чем проблема не так-то деньги должны двигаться хочу себе с рукой операции хочу делать дом хочу большой построить машину хочу жить хочу дальше двигаться хочу чем проблема я еще не начал двигаться и убери его я вообще не понимаю в чем проблема можете вы мне эту описать нормально а где это андации с тобой которые были сегодня они машину собирают где где пойдем давай за короче мы пока что ставим подушки вот эти вот которые вот эти люди забыли поставить уже ночь в принципе аккуратно смотрите вот так ровно смотри и это снимает салам алеку и чё бля без фантова собирает пакет для подписчиков салам алеку и машину нормально Нормально? 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 Это что-то неудачно Спички поставили Поморгай, чтобы он увидел Смотри Лея Это нужная вещь Не, мы убираем Матри сюда, впереди смотри Но это нормально А что ты копался? Ты же видишь, что хорошо Стоимость идет Они же лучше? Нет Они с подогревом Это без понтовых Вот эти тоже без понтовых поставили сюда Ты что предлагаешь, Расул? Ты где был, Расул? Ты откуда застал? А вот недалеко в магазине был А ты в магазине был что? А это что за вид непонятный шик? А ты что принес-то? Вот Лев купить ехал Лев тоже не нашел Вот собака купил клеить на капоте Смотрите, нормально наклеивать Собака ли это? Базар нет На капоте можно ее клеить Давай аккуратно клеим ее Заклеи ты заклеи ее Не, сам что видишь мастера Эй, 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 мы в конце ролика просто Ну решим, да, что делать Сейчас что клеить? Холодно же Как холодно? Нормально сейчас? Не, не холодно, например Вечер, все устали, они целый день работают Вот это тоже вам Тоже сам пришел Тоже можно клеить, что-нибудь сделать Здесь жилищные наклейки Ну пару наклеек, я думаю, найдем отсюда Приклеить на машину Расул, ты где взял? Это для подписчиков хорошо было От меня сгревчик эта наклейка А, четко Короче, друзья, мы вот эти вот наклейки Приклеим в конце видео Сейчас что клеить? Даже холодно, реально Расул расписка еще Да, Расул расписку тоже Ну посмотрим, сделаем, не сделаем Вот, короче Видно будет Друзья, как раз вспомнил, брат Слушай внимательно Насчет 10 тысяч мне уже вчера тоже говорил О, я от этого раз говорю, я отойду отсюда уже Вчера тоже говорил 10 тысяч ты мне должен был Насчет 10 тысяч я с тобой поговорить хочу нормально Что за 10 тысяч, брат Ты, наконец, Махачкале говорил Когда бмею продаст, я даже забыл насчет этого Насчет 500 рублей Да, я тоже забыл Насчет 500 рублей Мы решили, пообщались По рукам дали Сейчас 10 тысяч ты должен, брат Как ты хочешь решать 10 тысяч ты ж не дадим долго рукам? Не, 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 брат В Москве тяжело жить, брат Здесь никак в Махачкале Ты со мной в мульти движения не играй, брат Ты со мной не играй, брат Смотри за тебя Э, ты понимаешь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подтвердит Телефон Подтвердит 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подтвердит Субтитры создавал DimaTorzok Просто беспредел, как будто гололед. Нема меха снежа. Это та самая пара. Я тоже, видишь, куртку-муртку одел. Все, наконец-то мы ее поставим, да? Ждем Гусейна и Расула, они должны сейчас... Ушли в сторону Москва-Сити, не знаю, чего они направят. Но это Расул сказал, типа, там я там решаю вопрос. Он найдет, я знаю, он может. Расулу можно доверять, я думаю, в этом плане. Короче, сейчас давай параходку пока что медленно, потихонечку установим. Давайте напомним. Вот здесь у нас получается вот такой момент. Вроде бы мелочь, да, но ее не хватало здесь. Конкретно не хватало. Ее долго, да, сюда? Нет, давайте покажем, да? Смотри, она очень легко ставится. Я же как-никак тренировщик с этими работаю. Раз-раз, протягиваем аккуратно и за стол, до конца доводим. Ну, в принципе, не сложно. Слушай, но вопрос в том, что она-то новая, а те старые не... Они это нормально... Эй, на этих двух. А вот, я не говорю о Москве. Поднями-ка, поднями-ка. Откуда они притащили его? Эй, Расул! Где зал? Да, держите. У подруги зал? Да. У подруги зал? Подбочку, что ли? Да. Ничего себе у тебя подруги. Помогите. А? Представляем, дома курица. Да, на хате курица. Прикидывай. Фантастичку не рассказывай, брат. Я тебе серьёзно говорю. Тормози, да чё же не делаешь. Вот у неё спросил. Да вот так. Фантажер. Эй, нас сам тащи-ка. А куда так включить? Сам тащи. Бля, прикинь, бля, лифт не работал, бля. Отсюда вниз спускали, бля. Устал, бля. Возьми ты, ахметь. Ты чё, бля? Ты сприкался, бля? С 113 этажа. Реально прикидывал. А с 113 этажа, говорит, лифт не работал. Ну, целые полчаса мы не спускали. Эй, ты ж говорил, новая бочка, она ж не новая была здесь. Эй, реально, а чё она пыльная здесь вот этим? Это чё такое? Понимаете, поставь сюда. Это у неё Криса игрался там в подвале. На подвале Криса тоже есть. На 113 этаже какой подвал? Да, подвал был, вот, Криса игрался здесь. А чё она пыльная? Эй. Не, нормально. Влажную салфетку можно взять. Это её, это её бодрочка, да? Да, её. Я реально в шоке был вот здесь. Прикинь, как на 113 этаже живёт девчонка, да? Кто? Подруга, да, его? Да. Я зашёл за эту тему, я думал, он по шуте даже не по кайфу был, чтобы подходить. Реально, короче, это кричит заходить, ну, поздоровались. Я ещё колонки мне сказал. Смотрю, вроде нормальные разговоры у нас есть. Давай на другой проект колонки возьмёшь у неё? Давай. Что за мамочки там? Красавчики колонки, я сказал. Красавчики. Да. Красавчики колонки. Красавчики колонки. Нет, это там нормально. У неё штатная музыка стояла, видимо. Смотри, она такая большая. Тяжёлая. Эй, ладно, пацаны, короче, смотрите, чё здесь стоять? Давайте резко, Гусейн, бочку ты установишь, мы эту бархатку установим и сразу дёргаем отсюда. Чё, давай, поехали. Не обращайте внимания на то, что машина очень грязная. Здесь в Москве реально невозможно. Каждый день идут дожди. Каждый раз за мойку там 1000 рублей, 500 рублей отдавать, ну, нет смысла. В конце ролика по-любому машина будет как куколка, чистенькая, новенькая. За что нас любят смотреть? За то, что мы в одном ролике делаем от и до. У нас нет никаких серий, мерий, как с Приорой. Чисто вот именно вот эту рубрику, где мы вкладываем в машину там определённое количество денег, все любят смотреть. Потому что видео длинное, долгое и от и до вы видите сразу вот результат. Мы здесь, кстати, в машине сейчас толпой. Здесь сколько? Пять человек получается. И смотрите, просто вот, просто для интереса. Мне кажется, стоковая Приора так не поедет. Мы уже... Мне как Е60 тоже деборщину, конечно, чуть-чуть. Но, грубо говоря, да. Недавно мы выяснили то, что здесь стоит компьютер Январь. Хорошая прошивка. То есть понятно, почему она так хорошо едет. Хорошо прошили эту машину. Реально грамотно сделали. Грамотные люди. Спасибо огромное за то, что вы существуете. Итак, друзья, сегодня у нас наступил новый день. Мы едем делать кое-какие работы с девяткой. Нужно поставить колеса 13. Здесь у нас стоят вот такие вот 14. Они тоже прикольные, все хорошо. Но на девятке, как сказал Расул, должны стоять 13. Родные колеса. Вчера мы вот здесь вот припарковали машину. Вот в этом месте стояла наша девятка. Как только мы ее завели, там подбегает женщина. Типа, здесь нельзя ставить машину. Там выхлопные газы, нельзя прогревать и тому подобное. Мы ей объясняем то, что машину прогреем и отъедем. Да, больше не ставить категорически нельзя. Здесь сейчас стоят две машины. Прямо под ее окнами одна машина и здесь вторая машина. Просто иногда не догоняю, не понимаю, что происходит в Москве. Что за люди боятся? Без суппортов, без замены суппортов мы ничего не можем сделать. Нам нужно поставить колеса, а колеса не лезут на эти тормозные диски. Надо напоить нашего коня. Девяносто второй на пятьсот рублей вторая колонка. Так, вторая девяносто второй пятьсот. Этот шейф тоже сидит, не помогает. Короче, я вам сейчас такое расскажу. Вы просто попутайте. А ну, Сэна, скажи, что было сегодня. Скажи, скажи, что было. Думали четырнадцатый суппорта на четырнадцатый. Оказалось, вот что там стоит тринадцатый просто на квартире. Столько работы проделали, поехали, запчасти купили с утра, записались. Весь день мы на это убили, потратили, чтобы машину загнать на замену суппортов. И оказалось, что суппорта и диски от тринадцатой, ну, на тринадцатой диске. А ну-ка, медленно. Да? Тонкая, да-да-да, Тонкая, прикинь. Да, нет, да. Вот ты нас обрадовываешь. Так, ну вот мы и добрались дальше на монтажке. Будем ставить тринадцатые штампы, потому как Расул категорически не хотел ставить какие-то другие колеса. Он говорит, надо обязательно тринадцатые штампы. Гусейн тоже, кстати, тоже самое говорил. Вот, и мы решили ставить штампы, почему нет. Установили мы на девятку штампы. Как и просил Расул, да? Расул, как тебе сейчас девятка? Нормально, сейчас вид более-менее. Да. Родные диски. Чем-то эти лучше. Да, на самом деле. Эти вверху тоже поменять вообще лучше будет. Вот, 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 вверху родные лучше. Фу, как она смотрит. Ну вот мы переместились в детальник. Мы делаем полировку, тайнировку. Что еще у нас в планах? Какие-то еще моменты у нас были. Короче, будем дорабатывать то, что там не хватало. Приехал Юсуп к нам. Человека, которого не хватало в нашей команде. Его банки, шпатейки, инструменты, все с собой у него бывает. Короче, говорят, только что звонил Аким. Уже третий раз он говорит, да, доезжай, никак не доедай. Сейчас я тоже пошла в банку, а заеду говорит. Если кто не понял, Расул должен подъехать. Он уехал на нашей девятке по своим делам. Дилан что-то туда-сюда, да. Ну он не сказал, да, куда и зачем поехал. Куда-то он поехал. Ждем его теперь. Вроде как он уже подъезжает, мы ему набрали. Сказал вот на подъезде. Давай встретим, да? Посмотрим. Как он вообще ездит на Ниле? Расул! Четко, Расул, я понимаю, что ты машину в зал попросил. Помыть, вернуть, заправить. Да, помыть надо сейчас. А ты чего не помыл? Ну там, где грязь, чуть-чуть покатался. Эй, эй, сколько раз звонить надо? Хоть скажи, да через год с собой, через час блюда. Губля 400-500 стоит, это мелочь. Можно сделать это? Эй, это все стоит, но ты мог же сам это сделать. Вот один доехал на меня, шкутер. Смотри. Басул, не говори, да? Вот, смотри, шкутер, доехал на меня один. Что здесь? А-а-а-а-а-а-а. Сейчас Ахмеджиком надо. Это отрывки оставь. Расул, на тебя наехал или на машину вверх? На меня наехал шкутер один. Сейчас смотри, вот это чтоб сделать, представь, надо цвет подбирать. У него однотонный цвет окрас. Это ерунда, мелочь. Не-не-не, так не бывает. Смотри, брат, это все надо, чтобы восстанавливать. Целая машина была нигде не тронута или? Ты за это не переживай. Ты за это что скажешь? Я решил, ты за это не переживай. Мне просто обидно, брат, машина целая была здесь. Целая, вообще. Ерунда это, что за это ты сейчас разговариваешь? Ты сколько ничего сказал? Ничего не сказал, удачи ему сказал. Бабки не взял у него? Не взял, зачем мне его, бабки? Удачи. Ты лошадка, да. Сейчас недавно начал пацан, что я ему сказал? Он четкий пацан, товарищ мужик. Не, по моему машину, что за это сейчас? Еще и помыть нужно, машину тоже засадил и помыть. Давай удачи хотя бы. Идем посмотрим на визу. Ты запрел? Он дергался, когда заезжал. Нет, не запрел. Прикинь, да. Все, что было, тоже высосал. Пустым баком помой. Зацепил. Как тебе сейчас? Я не знаю. Ахмед точно не проснулся. Нормально, что это мелочь. Братишка. Ахмед, ахмед, все. Я с ним решил, ты вообще не лезли. Анда трав. Анда трав. Ну это мелочи так-то, да? Ее вытянет и полировка же делает, да? Ты всегда сейчас делаешь? Я тебе три дам. Да, три пятьсот даже дам. Считай, что там ничего. Даже три восемьсот дам. Не давай товару заправиться, нету там денег, там лишних денег, что-то, что-то качал сейчас. Ты хоть молчит, куда вообще лезешь? Остал до движения вот этих вот. Торв-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Сейчас этим заниматься, двери меня оттягивать. Времени нет, потом разберемся. А мы заотканируем, отполируем ее, да? То, что планировали, сделаем. Поехали. Что там? Просто детали, детали. Я порезал обе пленки на одну сторону. Часто? Как думаешь, что я делал? Я уже понял. Я уже понял. Я уже понял, что ты сделал. Как всегда? Детали, детали. Мы убираем в сторонку на следующую машину. Коробочку. Все работает с фокусом. Зану нарезать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Узнаешь набор? Это тот самый, нашли его. Ну, нашли когда здесь его, отложили в сторонку. Все нормально, он далеко не ушел. Дворник надо выставить вот так вот, чтобы он стоял. Красиво. Как вот с завода бывает. Он слишком, как-то его нагнули. Сейчас мы все поправим, все будет четенько, красивенько. Время у нас позднее. Машину мы отполировали. Наши мастера кто-куда разошлись. Что мы сделали? Мы отполировали машину. Мы сделали химчистку. До этого мы на наших машинах проектных химчистку не делали. Тонировка, что самое важное. Затонировали лоб. Закрыли 35-ку. Надо капить нашуку, так знаешь. Ну, не прям бункер, но и не светло тоже. Сейчас мы машину протираем. Подготавливаем. И, в принципе, все завод к Ахмеду покажем. Я уверен, ему понравится. Но единственный косяк, то, что сделал Расул на этого шефа. Посмотри. Короче, будем как-то отчитываться и говорить, что так получилось. Ну, он сам разберется. Что еще? Что еще? Что еще? В принципе, все, да? Большая благодарность Дотельнигу Арзак. Мы уже дважды заезжаем к ним за то, что нас так хорошо приняли. Предоставили нам все инструменты, все, что нам было необходимо. Команда Дотельника также нам помогла в работе с машиной. Пойду будить, да, собирать всех пацанов. И, наверное, выдвигаемся уже домой. Завтра будем уже продолжать с Ахмедом. Так, друзья, наступил, значит, следующий день. Я увидел результат этого автомобиля и просто охренел, насколько симпатичным выглядит. Единственное, косяк, который сделал Расул, портит весь вид. И че? Че и че? Ну, за это мелочи со мной. Какой? Идем сюда, идем сюда, смотри сюда. Машина отполированная. Идеальная. Красивая. На 13-х штампах. Четко, грамотно, красиво выглядит. Вот эту губу тоже отсюда убрать и вообще будет вот. И тут мы, значит, видим вот такой вот косяк, который портит абсолютно весь вид этого автомобиля. Ладно, здесь еще там жучки были бы, ржавчина, ямки. Она как бы не бросалась бы в глаза. А когда машина идеальная, и ты видишь вот этот косяк, он реально портит весь вид. Ты, короче, скоттер залетел? Да, скоттер один залетел на меня, заехал, короче. Как он заехал? Ты где стоял, чтобы он заехал? Ну, не, я ехал своей дорогой, он на меня вот так, короче. Вот так ехал и решил тебе пространить. Как скоттер можно такую ямку сделать, скажи? Получилось, я не знаю, так получилось. Это мелочь, че ты за это со мной разговариваешь? За эту мелочь. Я главный целый, он целый. Это мелочь, это ты лезешь. Нет, это ты правильно говоришь. А ты машину-то зачем забирал? Ну, забирал. Ты у кого спрашивал? Ну, спрашиваю, че я, спрашивать не надо за это. Как не надо? На минут, на 40 мне ехать надо было. На 40 минут ехать надо было. Пацаны сказали, что у тебя не было 4 часа. 4 часа, это мое дело, где я был, что было, это не ваше дело. То есть ты прав здесь сейчас? Да. В этой ситуации? Да. Ты не хочешь извиниться за то, что вот это сделал, да? За эту мелочь, что ли, извиниться надо мне? Ну да. Это мелочь это. Нет, мы просто подписчику машину собираем, а ты берешь на 40 минут, пропадаешь на 4 часа, потом приезжаешь и говоришь, ну так получилось. А че, мелочь, за эту мелочь ты общаешься, что ли? Давай я возьму твою машину, заберу, стукну ее, приду и скажу, ты че за мелочь общаться будешь, что ли? Еще при этом без спроса, сказав еще на 40 минут пацанам, на 4 часа пропаду и сделаю. Ты не зли меня, за эту мелочь со мной ты не разговариваешь вот так, вот так, вот так, вот так. Ти че, бля, попутался? Ааааа, раз сумма. Ты не зли меня, лель, 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 тихо, 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 со мной не шути. Все, я с тобой не шучу, вот это все люди поймут какой ты вот на самом деле. Ну я же специально не сделал это, получилось так. Ну извинись. Я же не вошел, я же сам не ударил, на меня заехал. Но извинись, извинись. Извини, че же извини? Перед подписчиками извинись, ты их машину испортил. Это подписчики, извини меня за эту мелочь, это мелочь. За это, че, на меня злые были. Оставим это, короче, так же, как было. Напишите, вы прощаете мне за эту мелочь. В комментариях, да? В комментариях, да. Друзья, напишите, вы его прощаете вот за это или нет? У меня времени нету это делать в данный момент. Ха-ха, вот он вырулил, нет? Хорошо, ребята, а так салам всем от меня, братья. Ладно, хорошо, Расул, это уже подписчики рассудят. Короче, друзья, 13-е штампы, грантовские зеркала, приоровский салон, новая оптика, синие элементы в салоне, РКС-ки, кнопка на багажнике, тонировка, полировка, короче, машина практически в идеале. Но это еще не все, мы сейчас будем искать место, где можем перешить руль в синюю строчку с красивой кожей. Что много разговаривать, давайте маленький круг сделаем и постараемся найти, где нам смогут перешить руль. Поехали. Так, друзья, я вот езжу на этом автомобиле на 13-х штампах, руль вообще легко поворачивать, реально. Машина такой классной стала, такой мягкой, приятной, четкой, комфортной. Мне кажется, я уже потихоньку начинаю добиваться того, чего хотел. И еще такой момент, короче, ищем, где обшить руль на этом автомобиле. Нигде не находим, все говорят, запись на следующей неделе, записи, маписи туда-сюда. Здесь в Москве все так строго. В Махачкале ты можешь на учхозе кому-нибудь заехать, бах-бух-бах, все сделал за полчаса. Но здесь реально с этим очень сложно, и в итоге мы пообщались с пацанами и пришли к общему, что мы оставим этот руль в красной строчке. Почему? Потому что, в принципе, в принципе, ничего такого в этом нет. Смотрите, строчка тут красная, кнопка здесь красная. То есть, есть, она немного более-менее подходит, сочетается с синим цветом. Тогда ручки тоже оставляем красные. Как? Ручки тоже оставляем красные. Какие ручки? Задние. Красные. А они красные, да? Да. Пусть будет какая-то красная. Все, все, да. И еще смотри, здесь на спидометре всякие вот эти красные элементы есть. Здесь можно чуть-чуть с красным поиграться, это нормально. Короче, в принципе, мне кажется, машина сейчас реально идеальная. Мы вот на ней ездим и думаем, блин, какая же она классная. Оставить бы ее себе. Но, к сожалению, мы ее будем разыгрывать. Конечно же, победителю предложим деньги за нее. Посмотрим, согласится или нет. 300-400 тысяч. Во сколько она нам обошлась, конечно, мы ему предлагать не будем. Потому что это не совсем целесообразно. Эта машина за такие деньги вообще никак не сможет уйти. Чек опять загорелся. Блин, что делать? Смотри, как руль легко поворачивает. Просто одной рукой. Без гидроусилителя, без ничего. В аккурате. Повернул, выровнял. Блин, какая же она стала приятная. Честное слово. Как на ней по кайфу ездить. Давай этот кранчик тоже врубим. Здесь в бункере, да, брат? Да, мы же еще в тонировке. Вот так вот. Тяга тоже у автомобиля хорошая. Несмотря на то, что здесь пять человек в машине. Машина стала еще легче за счет колес. Еще бодрее. Просто еще раз смотрите, как она поворачивает. Смотрите, просто одной рукой взял. Красиво вот так вот сделал. Все, пошла, пошла, пошла. Еще чуть-чуть можно дать. Вот. Выровняли. Просто реально стабильно, красиво, четко, грамотно, аккуратно, бомбово, мощно. Смотрите, что заметил. Здесь даже вот эта линия красная на экране. То есть все, красный цвет идеально здесь подходит. Было принято вот такое решение. Красиво мы вырулили, да же? Да, я хочу пианино. Скажи мне. Ничего не скажу. Я хочу пианино. Что-то, что-то странное с Расулом происходит, не знаю. А ну-ка тормоза. Не надо, не надо. Не надо, не надо. Подожди, да, подожди. По скорости не делаешь. Подожди. Молодец. Намного лучше начала тормозить. Она как по льду шла. Очень хорошо начала машина тормозить за счет того, что новая резина, старая резина была вообще полностью в ужасном состоянии. Не, просто смотрите, да как легко стало поворачивать руль. Как будто у меня здесь электроусилитель стоит. Реально, вот одной рукой сюда, одной рукой туда. Одной рукой сюда, одной рукой туда. Просто я в шоке. Как так? Просто. Реально колеса решают такое огромное влияние на рулевое управление. Дали вот эти колеса, я в шоке от этого просто. Еще раз покажу. Вот так вот удобно, легко поворачивать и разворачивать. Короче, Гусейн за рулем. Запах сделал в салоне. Какой запах? От резины. А, от резины это, да. Аккуратно, аккуратно. Тихо, 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 тихо. Не, просто максимально аккуратно, Гусейн. И сигнал дал. Чего ты такой злой сегодня? Не знаю, не высомался. Тихо, 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 тихо. Стой, 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 стой. Ты чё нервничаешь? Нервоз не покатывай мне. Хорошо. Сейчас мое чё зло. Тихо, 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 тихо. Блин, лягушка, ты не играйся. Сейчас расход в сторону, разваживаем, вот так вот шокею. Прям Богу. Ту же дверь где-то ударил. На-на-на-на. Можики нету скач там. Электросиридика стоит, как будет? Тихо, 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 ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле Стой, 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 Гусейн, Гусейн! 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 Блин! Чё делаешь, Гусейн? Чё с тобой? я же так сделаю потом да я тебе говорю у себя расскажи подписчикам вообще про себя ты сколько лет сколько чё ты сказать 26 лет 26 года мне 26 лет 26 лет не короче говоря 27 лет почти уже почти 27 живу в москве короче ты же в махачкале живешь сейчас же в москве но ты третий день в москве ты же не живешь здесь ты просто не живу здесь московский парень да скажу так аккуратненько все хорошо она то хорошо идет но это играть тоже можно честно говоря когда кто-то другой за рулем играет в шашки мне бывает нереально страшно я не знаю почему когда сам вообще как-то по-другому страховка тебе зачем что это на кране не 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 братан на это же для подписчиков машина я в москве снова я в москве аккуратно аккуратно 2 метра говорит а блин уехал там 30 сантиметров было я просто снял именно когда она уже уезжала я посчитал прям 30 сантиметров не не 30 сантиметров рулетки не было у меня была гоупрошка я гоупрошка вот так приставил гоупрошка а ты третий раз так да 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 я понял на дороге паркнул ты чё заглушил я понял шепрепка зачем глушить сейчас же она поедет так машина когда заводится она больше расходует чтобы завестись и побольше бензина нужно может залимитать отцу не знаю сюда же отсюда же не заехать как не за двойной я тут же двойной спорта наши полосажи нельзя же ехать гусей на что ли все да аккуратно аккуратно я устал и и гусей садись тормози тормози сейчас зеленый загорится ой ладно я сяду шалит он взял такие вещи зачем делать такие вещи зачем делать я устал и сам поезжать без настроения сегодня все ночью 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 не спал вроде катался я не хочу разговаривать я устал уже а чё устал не могу сказать а ну-ка не не скажу я буду молчать убери ты же не молчишь я молчу вот я же ничего не говорю хочет разговариваешь не не я не буду говорить вот что ты говоришь я не буду ты уже раз я не буду говорить уже раз я ничего не буду говорить ты чё попугай что я не попугай я человек обычный я же я же кичи попугай кичок не 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 все нормально будет а где твою верту верту мусор выкинул почему мне не нравится она не оригинал а штамповка была так друзья короче тема такая мы сейчас приклеим вот эти вот наклейки на автомобиль который нам подарил расул мы будем мы используем только две наклейки вот эту вот эту собаку которую он сказал и отсюда вот что-нибудь выберем примерно вот такое и на вмятину который сделал расул тоже что-нибудь приклеим по типу по типу дрифт друзья короче спешу вас огорчить давая мол оттуда моему огромному сожалению вален даже не по кайфу говорить есть просто весь этот ролик мы шли к этому делу и так получилось то что короче друзья пневмы не будет как бы мы этого не хотели просто не так все просто здесь москве мы связывались теперь теперь не можем связаться не можем дозвониться до маскиров и здесь в москве реально очень сложно но мы обязательно как-нибудь постараемся в один из следующих проектов поставить в любом случае надо друзья пожалуйста извините у нас сейчас конкурс стартует и мы как бы не успеваем это все делать вот поэтому чтобы выиграть эту машину если вы хотите ее выиграть у меня есть страница ахмеджой в инстаграме ссылка на нее будет в описании также вот тут просто перейдите на эту страницу подпишитесь на нее и на всех на кого я подписан после этого вы автоматически становитесь участником и получаете шанс выиграть этот автомобиль результаты будут примерно через пять шесть дней зависимости от того когда я загружу этот ролик и возможно если вы его уже где-то когда-то потом смотрите возможно мы эту машину уже разыграли короче вся информация на странице ахмеджой неважно с какого вы города неважно сколько вам лет неважно парень вы или девушка абсолютно все могут участвовать мы очень много автомобилей раздали у нас есть куча роликов с вручениями из москвы из киргизии из казахстана с дагестана с чечни из ингушетии со всех стран снг у нас выигрывали люди мы решали что делать либо победитель приезжал за машина либо там мы деньги ему отправляли короче в любом случае вы можете участвовать на сегодня наша задача осталась одно есть техническое изменение поставим сюда спецсигнал эти сробоскопы обратно закинем наклейки приклеим и в принципе все посчитаем в какую сумму нам обошелся этот автомобиль я думаю там будет чуть чуть больше 100000 хотя мы хотели 200к вложить сюда но название ролика обманывать не будем напишем вложили 100к да или 200 напишем нет нет давай 100 потому как мы не уложились а давай в наглую 200 напишем не на сумма будет 200 написать что просмотров больше было хорошо ладно все хорошо дальше чувств клеим наклейки да и то что мы сейчас можем сделать мы сделаем вспышки стробоскопы пышки не поставили поставим просто мы приехали вот так вот сумками вылезли с этого автобуса да и у нас ничего под рукой тоже нету там дотейлинг можно заехать но там тоже знаешь как-то неудобно в этом их над работа отвлекать брать них инструменты за что им в любом случае благодарны за то что мы туда заехали они нам очень сильно помогли как тогда своими силами попробуем короче друзья сейчас приклеим наклейки дальше уже короче сейчас мы снимем эту губу потому что все на этом настояли она по-моему намертво вы же сказали с ними поэтому я снять хотел мы хотели вообще от круза поставить откуда здесь не нашли ничего не нашли здесь москве все через жопу пацаны уже неделю снимаем этот ролик блин там этого нет там записи нужно там то нужно там это нужно я устал уже неделю неделю больше недели каждый день с утра выходим ночью домой из-за этого одного проекта губу оставляем да короче сейчас вот эту с ручником короче наклейку приклеим туда где расу сделал вмятину по моему колхоз не потому что мы колхозники братан ты до сих пор не понял мы колхозники вот что мы сделали сейчас на колхозами да давай еще одну сюда раз колхоз да это нравится нормальный если колхоз давай до самого колхоза двери за 1 и всю эту тему короче сюда наколхозим ее вот так давай следующий на дежи дай мне вот эту вот эту дай вот это знаешь куда приклеим это тоже криво приклеим че страшно здесь что написано мне плевать на всех дрифт не 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 все это же брат некрасиво здесь написано мне плевать на всех дрифтую где хочу да убери ее смотри гусей на тебя похоже вот это разу это разу когда он спит когда раз успеет у давай-ка я вот что вот вот так вот стой стой не от левой не от левой просто сверху нее приклеим вот так мухаммад почему эти дырочки не закрыли я обошел весь рынок ни одной из них нигде нету здесь в махачкале в махачкале любой магазин зайдешь найдешь какой спутник спутник ты себе спутницу найди сначала больше дай осторожно дай угла давай это не что это не что это где поворотник впереди надо заходить давай да вот так аккуратно сделаем и все мы колхозники пацаны просто вот заколхозили машину даже если колхозить давай по полной колхозе это это нормально у нас здесь условий не было иди сюда иди по кайфу собаку видно нормально подожди а чё ты сам тогда не приклеил ну вот мы вот так приклеили на тачка зале вы будете клеить не сказали ты сказал вот это индейцы радуйся что твое лицо туда не поставили здесь лицо тут причем не вот наклейка ход на моно партнелки давай ему сына смотрите вот сюда тоже мухаммад приклеил просто вот вот так вот это выглядит ваууу actually дали еще одну дали еще одну разве ребята бывают же дети которые на велосипедах там да 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 всякие стаканчике ласты там наклейки Yevachki нашли и клеят детский сад короче ты же сам принес эти наклейки что-то о детском саду разговариваешь ну и клей как оригинальный как тюнинг, а вы как попало клеили их без фонтового. Вот это индейство сделало. Всё, работа, приходишь, хаишь, влажишь. Всё, мусор тоже забираем. Поехали, короче. Поехали, поехали, хватит клеить. Так, друзья, короче, мы перенестились на другую зону и прямо сейчас будем устанавливать спецсигнал. Вот так вот он выглядит. И ещё кое-какое изменение в двигатель внесём. Такое, прям, изюминку или как это называется. Где она? Багажник открываем с кнопки и вытаскиваем наше сильнейшее изменение в конструкции двигателя. Фильтр нулевого сопротивления. Как у нас здесь всё грамотно, скажи. Да, 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 да. Его бы ещё помыть и вообще чётко будет. Но мы... Прям грязный, немного пыльный, знаете. Да, короче, фильтр нулевого сопротивления будет здесь. Такого же цвета, как и кузов. И также спецсигнал сейчас установим. Давайте резко это сделаем. Давай не под музыку, давай, знаешь как. Идём сюда, идём сюда. Я вот здесь буду стоять, я буду здесь стоять. И смотри, смотри, бам! Бам! Бам-бам-бам-бам! Бам-бам-бам! 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 Ту-ту-ту-ту-ту! Много? Немного же? Много! Да? Ну всё, хватит тогда. Всё, достаточно быстро закончили, чисто бам-бам-бам сделали и всё. А ну-ка, короче, фильтр нулевого сопротивления установлен. Сипецсигнал установлен. Мигалки тоже есть. Всё чётко, грамотно, красиво. Давайте закроем капот. Что, но? Сипецсигнал так нельзя ездить. Да, по идее там целые проблемы будут свяжены Это да, это мы чисто так просто показать Не, мы то можем поедать Ну, это... Ну да Да, это уже отдельная история Короче, у победителя проблем не будет Мы можем без проблем снять его Так... Чё, упало что ли? А ну-ка оценим, как работает у нас спец Временно отсюда вывели пультик Но в скором времени мы сделаем вот так Снизу, чтобы было красиво, грамотно Раз, 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 раз А отсюда в старый... Ахахахаха Друзья, давайте Подписывайтесь на канал 85% зрителей смотрят без подписки Обязательно подписывайтесь Обязательно Просто превратите эту красную кнопку в серую Неужели вам сложно это сделать? Будет для вас стараемся Неделями снимаем ролики Мы сколько времени убили на вот это вот одно видео Просто подписка, лайк, комментарий Вам ничего не стоит, это же бесплатно Вы за это деньги не платите Если вам реально понравилось видео, почему бы Не уделить пару секунд Там еще нижний есть Так, знаешь что? Так, Расул Прижмись к обочине Документы К обочине прижмись Белая приора 505.05 Право прими К обочине прижмись к обочине Здесь нельзя стоять Ты понимаешь, что это все? Автобус уезжает, уезжает сюда автобус Ну такая тема тоже может быть, да? Короче, друзья, сейчас мы снова Переместимся в завтрашний день Как я от этого устал Почему мы так долго снимаем это видео Гусейн! Почему мы так долго снимаем? Хорошо, понемножку Так, все, опять на завтра, короче, перемещаемся Честно говоря, друзья Мы над этим выпуском очень сильно постарались Но в конце получилась полная яма Я не знаю, как так вышло Мы вообще в конце хотели прям нормальные бабки сюда вложить Поставить пневму, все эти моменты Но никак не получается Потому что конкурс уже стартует Во-первых, во-вторых, мы не можем найти мастера Он был на связи Потом пропал неожиданно Вообще никак не дозвонишься, не допишешься Я не знаю, блин, что делать сейчас в этой ситуации Я реально сильно расстроен Человек, кстати, у нас ушел У нас его больше нету А это... Ох, блин Видите, я чуть отвлекся на камеру Такое тоже бывает А он в наглую поехал Да, есть такой момент тоже Короче, приборка у нас чистая Все отлично в этом плане Сейчас мы на кое-какую площадку заедем Скорее всего на ту же самую, где были в прошлой локации И чисто для вас от души Нормальный такой дымагам поднимем с помощью этой машины И там уже на месте с вами попрощаемся Итак, машина вот в таком вот сейчас состоянии Чистая стоит Стробоскопы, спецсигнал Белые LED-лампы 13-ые штампы Салон Все четко, короче, сделали, друзья И сейчас мы поднимем конкретный дым Пацаны, поможете? Если не получится, не обещай Эй, да Да, тей Вообще хорошо Ложи, ладно Ложи, нормально Ложи, ладно да ну это были новые колеса друзья мы старались сделать для вас интересный проект это все мы конечно по-моему нормально сделаем за это не переживайте всем огромнейшее спасибо за просмотр ставьте лайки поставьте комментарии подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик делайте все про все всем огромнейшее еще раз спасибо за просмотр обязательно поставьте лайк а я уже говорил все друзья всем самолик и и и и и и и и